Друзья, всем привет! Снова с вами я, Любомир Борода. Это мой канал. Скорее всего, в этом помещении, в котором я сейчас снимаю ролик, это будет ролик уже, наверное, в последний раз снят. Потому что отсюда я уезжаю. И ждите скоро обновленную, так сказать, студию для видеосъемок. Сегодня поговорим с вами опять о кружках, как оплести ручку вот такой вот эмалированной кружки. Я уже снимал ролик, как оплести ручку паракордом. А сегодня я хочу рассказать, как это сделать с помощью мини-корда. В принципе, все надо делать точно так же, но, судя по вашим вопросам, не всем нравится смотреть предыдущие ролики, что-то там искать. А потом пробовать, ага, типа, раз так, как из паракорда, просто с мини-кордом, но это же надо что-то просчитать. Короче, вы просили ролик, чтобы был еще и по мини-корду. Соответственно, сейчас мы вам его запилим. Вот, чтобы вы видели разницу. Вот кружка, оплетенная паракордом, ручка. Вот ручка, оплетенная мини-кордом. Плюсы и минусы. Когда оплетена паракордом, вы в какой-то момент можете расплести и воспользоваться паракордом, как известно. Там 7 нейлоновых нитей. И можно применять, ну там, рыбу ловить, еще что-то зашить. Но, как обычно, мы используем паракорд. Тут паракорда чуть больше метра. Ну и, соответственно, примерно прикидываете. Ну и минус, да, ручка достаточно грубоватая, но, опять же, она не обжигает ничего здесь. Очень удобно, классно крепится и красиво смотрится. Можно подцеплять на рюкзак. А с мини-кордом это все выглядит более миниатюрно. Мини-корд уже не такой функциональный, как паракорд. Но, опять же, он там выдерживает до 45 килограмм на разрыв. И здесь паракорда в среднем где-то полтора метра получается всего. А для того, чтобы сплести, оплести ручку, то я бы посоветовал взять мини-корды метра два, либо метр восемьдесят, чтобы вам было удобно потом делать вот этот узелочек и петельку. Если вы не делаете узел с петлей, то вам будет достаточно взять полтора метра за глаза. Даже где-то метр сорок, если вы просто обожжете здесь краешки и не будете делать вот эту вот прекрасную штуку. Вот так. Показал, да? Кружку, кстати, можно приобрести у меня как в чистом виде, не оплетенную паракордом или мини-кордом. И купить также мини-корд с паракордом, чтобы это дело оплести самому. Можно приобрести сразу уже оплетенную. Итак, начнем. Ракурс будет не очень, потому что это дело лично я делаю между ног. Так удобно держать кружку вот таким вот образом между коленочек, чтобы ручка была здесь. И очень удобно таким образом оплетать. А если мы положим это на какой-то стол, а он у меня кирпичный, то ручка будет по нему елозить и поцарапается сама кружка. Поэтому я это делаю вот таким образом и буду вам таким образом показывать. Так что извиняйте за ракурс. В общем, мы берем кружку, мы берем мини-корд. В моем случае я взял сейчас метр восемьдесят для того, чтобы, как я уже говорил, удобно было сделать сверху петелечку. Итак, складываем мини-корд пополам. Находим его серединочку. И самый первый важный момент, плести нам надо отсюда, снизу. Чтобы снизу проплести вверх, а здесь сделать петлю. Поэтому серединочку мы перекидываем через нашу ручку. Держим, чтобы было все ровно. Так же, как шнурки заплетаем. Начиная с середины. И делаем вот такое вот движение. Плетем кобру. Как всегда, плетем кобру. Надеюсь, вам всем прекрасно видно. Накидываем хвостик сюда. Вторым хвостиком проходим сверху. Заходим под саму ручку. И в образовавшуюся снизу петелечку мы заносим наш хвостик. И делаем узел. Затягиваем его. Теперь с этой стороны, где у нас узел, мы берем петелечку. Накидываем на ручку. Берем второй хвостик. Накидываем на наш этот хвостик. Проходим под ручкой. И так же выводим здесь петелечку. И тоже затягиваем. Теперь с этой стороны делаем то же самое, как в самый первый раз. Положили на ручку. Положили сверху. Зашли под ручку. И вывели в петелечку. Немножечко подбили сюда, чтобы было красивее и плотнее. Идем дальше с этой стороны. То есть мы все время чередуем. Один раз мы накидываем с этой стороны. Другой раз мы накидываем с этой стороны. А как понять, с какой стороны накидывать? Там, где у нас последний узел. Узел здесь, значит с этой стороны. Узел здесь, значит стоим. Давайте еще раз накинем. Подобьем. Теперь с этой стороны. Подбили. Мини-корд бывает, так же как и паракорд, разных цветов. Поэтому вы можете подобрать по вашему вкусу. Как вам будет интересней. Можно вот, как я, взять черный. А можно взять еще какой-нибудь белый. Ну, будет грязь, конечно, заметно сильнее. Можно сделать красненький. Я вообще как-то все время делал паракордом. А тут мне пришла посылка с паракордом. И завязан мешочек был мини-кордом. И был как раз кусочек метра два. Я что-то сидел с кем-то общался и просто вот так вот взял в руки кружку и думаю, а дай попробую мини-кордом оплести. Как раз вот этим самым кусочком, которым была завязана посылка. И что-то хоп-хоп-хоп-хоп. Оплел. У меня как раз осталось место под узелочек. Сделал узелочек, петелечку. И посмотрел. Блин, а круто. Круто, миниатюрно, прикольно. Вот. Изящно. Не каждому нравится. Так как это выглядит с паракордом достаточно грубо. А тут тебе такая прикольная. Прикольный вариант, короче. Вот. И потом стал делать. И теперь есть выбор у моих клиентов, покупателей. Взять с голой ручкой, взять с ручкой мини-кордовой и взять ручку, оплетенную паракордом. Все делается достаточно быстро. Кобру плести умеют все. Кто не умеет, я только что показал. Вот, дошли до конца. Теперь будем вязать. У меня даже видите, сколько осталось. Но специально так оставил, чтобы вам, если будете делать это в первый раз, было тоже удобно плести здесь бриллиантовый узел. Потому что, в принципе, можно и полтора метра взять, и узел можно сплести, но если вы его часто плетете, и уже руки у вас набиты на это дело. Если нет, то лучше взять побольше в первый раз, чтобы было где размахнуться. Так, сейчас я что-то подложу сюда, более светлое, чтобы это не на коленях было, чтобы вам было лучше видно. Вот, подложил дощечку. Теперь смотрите. Можно положить кружку вот так. Лучше, наверное, поставить. Так, как вам будет удобнее. Наверное, так. Плетем бриллиантовый узел. Опять же, вот вам ссылочка здесь сразу, как влезти бриллиантовый узел. Потому что я это записывал. Объяснено там все достаточно просто и удобно, поэтому лучше посмотреть там. Вот. Ну, здесь я сейчас это сделаю, но если будет непонятно, то перейдите на тот ролик, там все более тщательно разжевано. Так, что мы делаем? Мы делаем вот такую вот, смотрите, петлю. Вот. Видно, да? Теперь берем этот хвост и накидываем его просто вот сюда. Вот так, чтобы была такая петля. Вот. Одна петля под низом вот здесь вот. Вот. Так мы скрутили и снизу вот держим. А это наоборот сверху. Теперь вот эту вот... Мою, получается, правую руку, вот этот вот отрезок мы засовываем под петлю. Вот таким образом. А потом берем вот этот хвостик, проводим его здесь вот снизу. Можете поставить на паузу, поставить снизу. Потом сверху над вот этой стропой, под вот этой, и выводим наружу вот сюда. Чтобы образовался вот такой вот ромбик. Держим этот ромбик пальчиком. И немножечко подтягиваем наши стропы. Вот. Должна получиться вот такая вот штука. Кому непонятно, отмотайте назад, посмотрите, как на стоп-кадрах, да, детально. В принципе, я все показал. Шаг за шагом сделайте. Это все делается нетрудно. Получается вот такая штука. Один конец. Второй конец. Теперь мы берем этот кончик и заводим его вот сюда, за наш отрез, который идет от ручки. Вот. Просто его за него заводим просто. И здесь заходим в наш образовавшийся ромб. Вот в этот. Вот он. В этот ромб. И поднимаем просто наверх вот здесь. А теперь вот этот наш хвост мы проводим тоже через вот этот отрезок и поднимаем также вверх через наш средний вот этот ромбик. И получается, что два кончика у нас вошли в этот ромб. Вот. А теперь держите его аккуратненько, вот так вот, как вот шарик, да, и потихонечку стягивайте. Сильно не тяните, чтобы это все аккуратно у вас затянулось. Там, где получаются вот такие типа всякие петли непонятно выходят, вы аккуратненько подтягиваете их пальчиками. Кто не понял, ссылка на ролик снизу, как пристили бриллиантовый узел. Вот, у меня получается вот он на таком расстоянии. В принципе, это нормально для того, чтобы сделать уже петелечку. Но я, наверное, чуть-чуть подтяну узелок сюда. Как я это делаю? Я просто беру и немножечко, как сказать, перемещаю узел сюда, ближе к основанию, цепляюсь вот за вот эту петельку и начинаю ее просто подтягивать по ходу ее плетения, шаг за шагом, чтобы она у меня вышла в итоге вот здесь. Вот таким вот образом все подтянул. А теперь этот кусочек так же, чтобы было ровно вот так, ровно у нас примерно, да. Вот. И тоже нахожу, где он у меня здесь. Вот тут. Там, где вы видите неровность, если некрасиво появляется, получается сам узел, вот, то вы вот все вот эти моменты, которые торчат, просто подтягивайте один за другим потихонечку, выводите их, чтобы нигде ничего не выпячивалось. И тогда это все будет гармонично и красиво. Вот. Мы сделали узел. Теперь нам надо сделать петельку. Тут понадобится игла. У меня есть игла, которой я пользуюсь для микрокорда и так же для миникорда. Вот. Я беру эту иголочку. Если у вас ее нет, то берите какую-то другую иглу и просто вот здесь, в нашей серединке узла, делайте дырку, ну, как бы, отверточкой какой-то, шилом, только не нарушая сам миникорд, просто в середине, там свободно, вы просто надо немножечко его, как бы, разжать, чтобы получилось посередине отверстие не порвать, а пройти аккуратненько в серединке. Ну, а я одеваю иглу на наш кончик и сюда в середину ее завожу. Вот. И оставляю петлю, какая мне нужна. Ну, примерно вот такая. Вот. Потом беру второй хвостик и делаю ту же самую процедуру. Только здесь я сначала захожу в саму петельку. Делайте для того, чтобы вот здесь сделать красиво. Вот в этом месте. Вот. И тоже туда же в дырочку. Опа. Вот видите, как получается. Тут уже можно чуть-чуть подтянуть. И получается, что и мы и хвостик убрали, и здесь красивее сделали переход, и петлю он лучше держит. Вот. И здесь у нас остается два хвоста вот этих вот, которые надо просто обрезать и оплавить. вот что у нас получилось. У нас получилась ручка оплетеная, которую удобно держать, и петелечка, за которую кружечку можно подцеплять к рюкзачку или к какому-нибудь карабинчику. Вот и все, друзья. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Левомир Борода. Подписывайтесь на канал, приглашайте друзей на канал. Я очень рад каждому из вас. Пишите комментарии, ваше мнение, задавайте вопросы. Я всегда с радостью иду на контакт. А тем, кто хочет вспомнить, как это делать с паракордом, я показываю предыдущий ролик. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова